Друзья, приветствую всех из солнечного и уже теплого штата Колорадо. Как вы помните, еще пару дней назад у нас было резкое похолодание и даже снег выпал. В общем, я жду свой автобус и у меня есть 7 минут, знаете, поделиться с вами, как тут в Америке все ужасно и стрессообразно. Хотя на самом деле, ребят, в любой стране, да, если у вас были какие-то проблемы со здоровьем, и вам нужно было бегать по докторам и эти проблемы решать. Ну, вот честно вам скажу, нет рая на земле везде, что в Америке, что вот в Украине я жила одни и те же проблемы. Мало того, что, как я говорю, здоровье пациента в его же собственных руках, то есть то, что врач говорит, нужно еще очень хорошо, знаете, как обдумывать перед тем, как принимать решения. Вот, ну и, как говорится, никто тут ничего идеально не делает. То есть Америка это не панацея. И если кто-то думает, что вот, у нас там вот все плохо, а в Америке тут тебя и вылечат, и все, и все будет на высшем уровне. Да, но не всегда так. Вот вам моя недавняя история. Вот этот каст, который я показывала. Ну, кто смотрел предыдущее видео, сейчас покажу другой рукой. Получилось, они мне его поставили, вылепили не вот в такой позиции, которая я считаю, да, natural position for my arm. А они сделали вот так вот. И, соответственно, вот этот шейп, который, да, вот здесь возле запястья, он вот так вот, не прямо, а вот буквой Г был. И, конечно, когда вот этот шейп буквой Г, у меня и рука вот так вот. И я ей это показываю. Она говорит, хорошо, сейчас переделаем. И начала мне доказывать, что вообще на самом деле я не совсем права, потому что, ну вот смотри, у тебя же рука все время вот так делает. То есть это very natural position. Ребят, я сижу, у меня просто, знаете, вот во мне все закипело реально. Но если бы это была супер натуральная позиция, да, нормальная позиция для моей руки, то я бы не мучилась ужасным сном, да, или болями от того, что у меня рука вот так вот целый день. Знаете, как ужас. Эмоции меня просто переполняют, как вы видите. В общем, что вы думаете, она вот этот вот берет каст, они там специально его горячую воду кладут, типа переделывает и та-да-да-да, то же самое. У меня все, ребят, у меня просто, знаете, накрыло. Я ей говорю, вы что, не видеть? Ну, говорю, это то же самое, вы мне сейчас сделали, но опять, вот так вот. Я говорю, я хочу вот так вот руку. Видишь, она так начинает уже чуть-чуть психовать, но держишь же себя в руках, тут же эмоции нельзя показывать. Так автобус хоть бы не пропустить. У меня уже слезы на глазах, потому что, ну, я думаю, что может быть простого и непонятного? Тебе говорят, у меня рука вот так, сделай мне вот так, вот что здесь непонятного? В общем, с горем, она мне начинает тулить какие-то, ну, штучки мягкие, чтобы вложить, знаете, вот в это пространство. Я на все это смотрю и про себя, знаете, чувствую, закипаю, думаю, если бы я могла вот так просто, знаете, запихнуть какую-то, ну, грубо там, ватку или что-то еще, зачем я сделала аппоинтмент, потратила кучу времени, пришла к тебе, чтобы ты мне сделала то же самое, только запихнула там мягкую штучку? Ну, у меня просто нет условий, я чувствую, у меня уже просто глаза, слезы на глаза наворачиваются. В общем, я начинаю уже психовать и показываю вот так, вот здесь убери мне, вот как сейчас, видите, ну, вот оно прямо, там, где вот эта верхняя защелка, да, сейчас каст прямо. В общем, с третьего раза с горем пополам мы его сделали, я уже стою психую, она мне говорит, ну, может быть, вам этот каст не подходит, давайте другой, начинать мне показывать другой. Ой, я прекрасно понимаю, что все это стоит денег, и тут меня вообще окончательно накрыло. Я думаю, ну, серьезно? Я ей так в конце сказала, говорю, ну, вот серьезно? Я говорю, ну, по сути, там, после налогов, после всего, там, around, да, 10 долларов имею, а вы мне, о, давай, о, это не работает, давай оденем это, там, какую-то фигню за 50 баксов. О, ну, это давай, let's try this, let's try this, говорю, вы понимаете, я не могу так делать. Я к вам пришла, вы должны были выбрать подходящий каст, если вот этот каст для меня не работает, значит, надо было решение принимать об этом вот сейчас. И сразу мне одевать правильный каст, потому что платить и за этот, и за тот. Еще, кстати, вопрос, собирается ли они меня чарджить за этот экстра-вызот. В следующий раз пойду обязательно этот вопрос, как это, обязательно переспрошу, потому что я не собираюсь платить за визит, когда я потратила кучу своего времени и, по сути, за их какие-то ошибки и переделки. Что за фигня. Хочу показать поближе свою новую сумку. Она не кожаная, ну, говоря по-нашему, из материала. И вот, вы знаете, я на лето именно вот такое и люблю. Ее легко постирать, на пляж можно таскать. Вот это Гай Харри. Его логотип есть везде на этой сумке. Тут такое а-ля зеркальце. Вот. Мне нравится цветовая гамма. Видите, на змейке тоже вот его имя, на подкладке. Вот еще лого с его именем. В общем, приятная сумочка. И у меня еще есть подобного плана с котиками, но там другой автор. Вот такие сумки я с удовольствием ношу летом. Размер как раз тот, что нужен. Особенно, когда вот сегодня мне нужно было положить достаточно много предметов. Все помещается. Very lightweight. То есть, она практически ничего не весит. Супер. Так, ну что, у меня вечерний мацион. Сейчас такая прекрасная погода, не жарко. Что я хочу сказать. Жизнь это такой роликостер. Со взлетами, падениями, плохими днями и хорошими. Поэтому радоваться 365 дней в году не может, к сожалению, никто. Вот. В общем, после того, как мне переделали вот этот каст, все сразу стабилизировалось. Чувствую я себя намного лучше. И уже смотрите. Та-ра-ра-ра. Да, я даже хожу без него. И все больше и больше времени провожу вообще без вот этой шины. Но на ночь, конечно, продолжаю ее носить. Сами понимаете, во сне, когда ты не отдаешь себе отчета в положении руки, просто не хочу как-то неудачно повернуться и сделать себе хуже. Ну, в общем, просто перестраховываюсь. А так вот в обычной жизни, сейчас я на прогулке, видите, наоборот иду и разрабатываю руку. В общем, мне показали определенные упражнения. Ну, ничего сложного. Там ручка туда, ручка сюда, вперед-назад. Пока никаких вот таких вот, знаете, резких поворотов. Я сейчас делаю очень медленно. В общем, пока ничего такого я не делаю, чтобы все-таки себя не перегрузить. Знаете, такая интересная еще ситуация случилась. Какое-то у нас такое оживленное движение сегодня. Вы знаете, интересная такая была ситуация, даже смешная, когда я первый раз пришла на вот эти физикл-процедуры. О, еще один гусь полетел. Вот, они мне дали заполнить анкету. Значит, сижу я, заполняю эту анкету, и там был один вопрос, я просто не могу перевести. То есть, там какие-то слова, которые я не понимаю. Ну, и в принципе, я так общий смысл догадываюсь. Думаю, ну, кто его знает правильно я или неправильно поняла. Ну, и, в общем-то, по сути, я такая немножко перестраховщица. Поэтому я достаю телефон, кладу его к себе на колени, открываю Google Translator, и начинаю там что-то, знаете, нажимать. Буквально через пару минут ко мне подходит медсестра и, знаете, так заглядывает. В общем, они сильно обеспокоились, не решила ли я делать какие-либо фотосъемки или видеосъемку в этом помещении. Ну, как вы понимаете, это место не самое удачное во всех отношениях для этого, потому что все-таки люди восстанавливаются после полученных травм. Знаете, у кого-то вообще там что-то совсем серьезное. Есть даже такие, которые в прямом смысле слова заново учатся ходить. Ну, и понятно, что снимать других людей, да, еще и в такой ситуации, но это, мягко говоря, вообще. Ну, в общем, я думаю, что они решили, посмотрев на меня со стороны, что я произвожу видеосъемку или что-то такое, поэтому она так подбежала обеспокоенно, но увидев, что я просто в Google Translate, я ей, в принципе, объяснила, эм, эм, все нормально, я просто не могу перевести несколько слов. Она такая, а, ну да, ну да, как-то сразу так оп и успокоилась. Ой, ну, в общем, было смешно. А вообще, ну, что из себя представляет сам зал для физиопроцедур? Ну, обыкновенная комната, в которой стоят разного вида лежаки, тренажеры, да, кому-то нужен массаж, кому-то там нужно разрабатывать руку, ногу, сустав, ну, и, в общем, люди туда приходят для того, чтобы восстанавливать двигательные способности. Вот, естественно, все это проводится в сопровождении определенной категории специалиста. Вот, как-то так. В общем, у меня уже явное улучшение все-таки. Я уже могу застегивать buttons, то есть пуговички. Еще несколько дней назад это было нереально, то есть я ее могла взять, но, знаете, вот эта мелкая моторика рук, она еще не работала. Поэтому застегнуть какую-то кнопочку, ну, это было для меня нереально, я все это делала другой рукой. Сейчас уже, слава богу, получается. По поводу удерживания веса, конечно, что-то тяжелое я пока еще держать не могу, но, например, вот, смотрите, селфи-стик. Сейчас я так медленно возьму, без резких движений. Вот я его держу сейчас правой рукой, то есть вот такой вес, недолго без вот этого каста я уже могу поддерживать. Это меня очень сильно радует. Вот, так что я уже не могу дождаться, когда они наконец-то снимут эти скобы ненавесные, я смогу как-то больше двигать рукой. Вот сейчас прохожу мимо такого красивого здания, видите, с клумбами, цветочками, открытым балконом и натянутые тенты от солнца. Называется это Кейси Понт, и на самом деле здесь пожилые люди, за которыми нужен специальный уход. Вот они здесь живут. Насколько я знаю, в этом месте есть медсестры специально обученные, которые там ухаживают за теми, кому это нужно. Вон открытый даже балкончик, видите, со стульями. И вид на пруд с кувшинками. Вон он, кстати, уже есть желтые цветы. Скоро они будут распускаться. Так, это наш пруд поближе, уже начинает темнеть. Надеюсь, ветер не сильный, потому что я хочу вам дорассказать, как у меня обстоит ситуация с работой. Вот здесь, к сожалению, все не очень хорошо, потому что меня не допускают к работе. Я достаточно много времени потратила, знаете, бегая из офиса в офис, и пытаясь получить определенные справки. Ну, здесь это называется release from work, ну, типа освобождения от работы. Вот, хотя я очень четко обозначила врачу, что хотела бы приступить к работе as soon as possible, ну, то есть побыстрее. Но, как я понимаю, исходя из той информации, которую мне предоставили, что после операции, но первые две недели вообще ни о какой работе не может идти, потому что, конечно же, никто на себя не возьмет ответственность, выписав мне документ, который бы, например, скажет, что да, пожалуйста, иди работай, я начну сейчас что-то делать, и у меня, ну, в общем-то, что-то случится с моей рукой. Конечно, все перестраховываются, но, естественно, никто не думает о том, как я буду платить свои счета, в том числе страховку, налоги и все остальное. Но не говоря уже о том, а на что жить. Понятно, что мы с мужем там с голоду не умираем, слава богу, у меня есть какие-то запасы у него, но я уже настолько, блин, засиделась дома. И знаете, вот в чем патовость ситуации заключается? Смотрите, какого гора красного цвета. Это эффект заходящего солнца. Ха, интересно, да? В общем, в чем заключается патовость ситуации? Что вот у меня сейчас куча вроде бы времени, да? Ну, а что? Ну, кто-то скажет, Вика, ну, расценивай это как отпуск, расслабься, читай книжки, гуляй, ходи на хайк. А нет, ребят, вот все, как всегда. Времени много, но получается, те хайкинг-трейлы, которые я люблю, мне до них без машины не добраться. Мужа нет, то есть довезти меня туда некому. Те несколько трейлов, куда я могу дойти, знаете, я тоже подстраиваюсь под погоду, то у нас было похолодание, то дождь, то потом наоборот, жара, ну, естественно, в самый солнцепёк, когда 75 или 80 фаренгейт, ну, как-то не до хайкинга, то есть нужно как-то лавировать. И я в такое прохладное время все никак не попадаю. То есть фактически я сижу дома, решаю какие-то текущие вопросы. Кстати, поздравьте меня, решила я наконец-то со своими кредитными картами дела, некоторые счета закрыла, то есть тоже это всё отнимает массу времени. Ну и по сути курсирую здесь, вот видите, вокруг нашего конда, а-ля двигаюсь и дышу воздухом. Так что как-то так. Ребят, вечерний мацион, и как всегда я проверяю, как поживает семейка гусей. Как вы видите, вон она, ну, тыкну пальчиком, вон наверху папа гусь. Внизу копошатся остальные члены семьи. Пересчитать, все ли в полном составе с такой дистанции не представляется возможным. Да и как вы видите, комариков здесь, мягко говоря, вечером многовато. Так что, пожалуй, пойду я домой. Пока не закусали. Ну и все. На этом всем пока-пока. До следующих видеорепортажей. И не забывайте нажать лайк и колокольчик. Пока!